Вот периодически у нас такая водичка появляется, желтенькая. Когда постоит песочек, достаточно крупный, мыться, сразу говорю, неприятно, некомфортно. Посуду мыть вообще опасно. Абрикосовый компот – так называют из-за цвета воду жителей домов по улице Киевской. И это уже длится вторую неделю. По словам жильцов, первая авария произошла в ночь с 13 на 14 мая. Через неделю еще два порыва. Коммунальные службы оперативно устраняли проблему, но ненадолго. Позиция жителей первая – устранить аварию как можно быстрее, а после этого разобраться, что же на самом деле здесь происходило в течение двух недель. Подвалы до сих пор потапливаются. Сантехник практически не вылезает оттуда и откачивает воду с помощью насосов. В каждом подъезде стоят по два таких агрегата. В доме 8 подъездов. Итого 16 штук на дом. Если они сломаются, новые насосы обойдутся в 2 миллиона рублей. В прошлую пятницу наша съемочная группа делала сюжет о том, как сотрудники коммунального предприятия меняли трубу. Новые муфты не помогли, так как источник просечки находится в другом месте. Глава администрации железнодорожного района Вадим Тюнин встретился с жителями, чтобы разобраться в ситуации. Позиция простая, авария есть, ее надо устранять. Завтра в 9 часов мы здесь собираемся все с представителями самарских коммунальных систем, вероятно с активной группой жителей. Задача завтра найти эту утечку и устранить ее, чтобы не было подтопления дома. Специалисты взяли пробы воды с разных точек. Химический анализ поможет сузить поиск места, где произошла протечка. Пока вопрос не решен, будут откачивать воду из подвалов. Данил Лучко, Максим Гусев. События. Данил Лучко, Максим Гусев.